приветствую друзья меня зовут кирилл и сегодня у меня еще одна новиночка тоже марта 2024 года как и предыдущие видео но сегодня посмотрим на lego speed champions 76 921 audi s1 e-tron quattro автомобиль изображен на какой-то заснеженной трассе автомобиль какой-то футуристичный явно но я посмотрел прототип выглядит я бы сказал симпатично мне нравится как выглядит прототип у лего модели вот на заглавном изображении как будто бы слишком как-то это губа выпирает но бывает на фотографиях обманчивое впечатление поэтому посмотрим реально машины выглядит интересно ну и на этом заканчиваем предисловие открываем по бумажный пакет 1 бумажный пакет 2 а также основание для автомобиля лист с наклейками но бывало и хуже много конечно но не рекордсмен этот набор по количеству наклеек ну и инструкция в которой я думаю конечно же по традиции ничего особо да не будет в начале сыграем пилота дальше сыграем модель и в конце а в конце мы видим до другие наборы которые сейчас вышли в марте но вот этот вот да с огромным количеством наклеек два автомобиля bmw формула-1 и вот этот вот ford mustang честно говоря на фотографии выглядит просто как кирпич но я уже видел да видео посвященное ему на другом канале и как будто бы сборка очень интересная конечно же на моем канале тоже выйдет выйдут обзорчики этих наборов ну попозже постепенно буду разбавлять тоже видео про техник к сожалению карта памяти очередной разглючила я утратил часть распаковки ну в общем внутри первого пакета были еще два маленьких бумажных пакетом основание это у нас как в прошлом году уже было модели и чем тут 23 года соответственно до новая деталька здесь похоже вот такая вот скобочка интересная понимаю она тоже во многих новых модели как speed champions будет использована и сейчас начнем собирать и по ходу сборки если что-то будет интересным обязательно покажу перед нами результат первого этапа сборки и задняя часть закончена сначала сборка оказалась не очень интересной честно говоря но потом когда начали начали собираться задние обвесы стало уже поинтереснее действительно и всякие техники сборки пошли тоже под разными углами много уже наклеек добавлено и надо сказать что по ощущениям наклейки как будто бы стали хуже отделяться от этой подложки и 1 вообще даже начала рваться когда ее снимал с этой заготовки что-то как будто бы хуже прорезано что ли не знаю помимо наклеек большое количество принтованных деталей здесь есть много так 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 много принтованных с торцов деталей вот такие вот решеточки там такие вертикальная черная решеточка это на плейте один на один вот на торце по печати 1 с одной стороны и остальные пустые и там эти детали использованы не только которые торчат наружу еще они все такие для унификации все спринтом на первом этапе и там внутри еще несколько таких же квадратиков красных принтованных на эти принты не видно плюс здесь две пластины 1 на 6 тоже принтованные прикольный кстати здесь принт значок audi это как это решеточка немножко как будто бы даже блестящая плюс здесь у нас появились новые виды деталей вот такой вот получается 2 на 2 закругленный закругленный скос такая вот деталь ну короче говоря очередная да еще очередной новый вид скосика закругленного их уже много разных вот теперь есть такой 2 на 2 плюс у такие тайлики появились раньше детали были закругленные закруглением а теперь это просто плоский тайлик тоже 1 на 2 с таким вот вырезом они еще в черном свете тут уже встречались темно-сером что еще и вот эти тоже детали это тоже принт а это наклейка в общем тут такая до сборка тире аппликация вот так это выглядит снизу ну и на мини фигурку посмотрим когда модель будет уже полностью закончена ну и на втором этапе мы встретим еще огромное количество принтованных деталей такая вот деталька с логотипом audi такие уже были скосики закругленные скосики видимо колпаки на колеса вот это стекло на всех плоскостях имеет принты ну и пока вроде бы все но может быть еще что то есть то что когда пластинка один на один квадратная запринтована с одного торца сложно ее в куче деталей высмотреть может быть еще какие-то принтованные детали встретятся и так вот такое чудо у нас получилось можем посадить туда мини фигурку стекло такое довольно темное кстати вот это вот штука олицетворяет видимо дворник там очень плохо видно на фотографии на задней стороне коробки на помыто дворник в общем если это он то он должен быть раза в два длиннее примерно вот такой вот салон внутри наклейка приборная панель там написано полный привод all-wheel drive аббревиатура видимо рычаг либо ручник его переключение передач так ручник наверно так как его посадить туда так ну спустя полчаса я его смог туда засунуть как-то он очень неохотно туда влезает у дико помешает руке эта стенка не знаю странновато ладно посадили закрыли дал человечка как всегда есть смертная прическа в комплекте гаечный ключ по машинке что надо сказать да здесь большое количество принтованных деталей и это конечно вообще дичь это принт это принт это принт это принт это принт это принт вот тут торчат края панели к 1 на 2 это тоже принт вот это тоже принт а вот это вот это вот это вот это наклейки вот эти меня получились явно криво это сразу бросается в глаза то есть их точно надо было тоже делать принтами что вот эти полоски идеально совпадали в общем то количество принтованных деталей на самом деле гигантская непонятно в чем логика какие-то детали принтованные какие-то наклейками постоянно там ты смотришь да надо наклеивать или не надо искать принтованную деталь скоро видимо либо все будут принтованные но тогда этот набор будет стоить наверно еще в два раза дороже либо может баночку с краской будут давать комплекте чтобы сами разрисовываем в общем да ну тогда действительно да все принтовать и не мучиться с наклейками пишет получается так что-то более-менее нормально принтами смотрится а что-то получается криво наклейками в общем так вот передняя часть да вот эта штука очень сильно выдается ну видимо может ракурс удачный но у оригинала как будто бы смотрится симпатичнее мне честно не нравится хочется вот на 11 тут вообще укоротить эту конструкцию вот так вот это смотрится задняя часть сделано довольно интересно симпатичный спойлер и чтобы он был тоненьким вот тут на прозрачных вот таких вот деталь как крепится этот арик посередине и это на самом деле здорово смотрится не так массивно вот он отсюда они практически вообще не видны вот эти прозрачные детали очень классное решение ну тут на стекло принтованное тут по 3 принта на каждом скосе но это уже классика это тоже наклейка я сказал принты или наклейки по 3 наклейки уже заговариваясь боковины сделано довольно просто тоже все закрыты наклейками плотненько снизу модель выглядит вот таким образом и действительно мне понравилось как смотрится вот эти принтованные колпаки красное колесико принтованный этот тайл круглый вот это смотрится прям реально стильненько ну и в итоге модель как будто бы хочется сказать симпатичная но вот мне вот это прям вот портит внешний вид от этого деталь так сильно выдающаяся не на если также оригинала то ладно как бы все снимаю претензии но это мое так сказать субъективное восприятие а так ну целом да какая-то футуристичная спортивная тарантайка ну что друзья пишите в комментариях что вы думаете про этот набор а также какой из набора спи чемпионс следующим посмотреть приобрести и рассказать вам а на этом я буду заканчивать друзья огромное спасибо всем кто поддерживает канал на бусте в описании под видео будет ссылочка на мою страницу можно перейти и поддержать канал материально на сегодня меня все спасибо за внимание и до скорого пока субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...